МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Крик. Криминал-комментарий. В студии Иван Беречевский. Здравствуйте. Сегодня подведем итоги недели. Виртуальные аферисты, мошенники различных мастей активно используют современные средства коммуникации, чтобы скрыть свои данные и не попасть в руки правоохранителей. Есть ли шанс выйти на их след? Легкие деньги, тяжелые последствия. Сыктывкарские стражи порядка задержали очередного пособника телефонных мошенников. Дорого ли ему обойдутся бабушкины слезы? На защиту коллег. Спецтранспорт с мигалками имеет приоритет на дороге, но многие неуступчивые автомобилисты об этом забывают. Как их перевоспитывают сотрудники ДПС? Вступил в законную силу приговор 2-го западного окружного военного суда в отношении сыктывкарца Дмитрия Павлюченко. Уголовное дело в отношении активного пользователя соцсети возбудили летом прошлого года. Имея негативное отношение к органам власти России, осужденный размещал со своей личной страницы ВКонтакте комментарии, содержание которых было направлено на оправдание и поддержку взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября 2022 года. Фамилия? Представьтесь. Расследованием занимались следователи УФСБ по КОМИ. 49-летнего Дмитрия Павлюченко признали виновным в предъявленном ему обвинении и назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Определением апелляционного военного суда указанный приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу. Облил двух женщин горючей жидкостью и поджог. В Усинске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек общеопасным способом. 6 апреля в комнате общежития по улице 60 лет Октября возник пожар. Были госпитализированы с ожогами трое пострадавших. Оказалось, две женщины 29 и 54 лет стали жертвами агрессии со стороны 43-летнего мужчины. Его мотивы сейчас устанавливают. Известно, что конфликт возник во время распития спиртного. По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий. Подозреваемый сильно травмировался и находится сейчас в реанимации. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Одна из потерпевших находится в крайне тяжелом состоянии. Ранее судимому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. С различными схемами мошенничества сталкивался или хотя бы слышал о них, пожалуй, каждый. Аферисты не брезгуют обманывать даже стариков и детей, обирая до последней нитки, а порой вгоняя в неподъемные долги. Как защитить себя и своих близких от корыстных любителей чужих финансов, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Марохина. Несмотря на профилактические мероприятия, полицейские сводки каждый день фиксируют все новые факты мошенничества в отношении жителей региона. Самым излюбленным методом обмана остается схема «Ваши деньги в опасности» или «Переведите накопление на безопасный счет». Впрочем, аферисты придумывают и новые легенды. По жилой сыктывкарке позвонил якобы работник пенсионного фонда и сообщил радостную весть. Якобы женщина теперь будет получать повышенные выплаты. Для быстрого оформления денежных начислений незнакомец попросил назвать реквизиты банковской карты и коды из СМС. Потерпевшая сообщила всю информацию и лишилась своих сбережений. Жертва виртуального Дон Жуана стала 37-летняя жительница Сыктывкара. На сайте знакомств она вступила в переписку с незнакомцем якобы иностранцем. Спустя две недели завязалось романтическое общение. Собеседник уверил заявительницу, что готов приехать к ней на свидание. Но его карта с крупной суммой денег заблокирована. Потерпевшая поверила мнимому ухажеру и перечислила на покупку билетов по маршруту Емин-Сыктывкар 550 тысяч рублей. После получения денег мужчина перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, граждане должны проявлять бдительность при общении с малознакомыми людьми. Тем более, если их просьбы касаются финансовых вопросов. 36-летний сыктывкарец лишился почти трех миллионов рублей, поверив в легенду о несанкционированном оформлении кредита. На мобильный телефон мужчины в мессенджере позвонил якобы сотрудник Федеральной службы безопасности. Сообщил, что мошенники пытаются оформить заем на его имя. Лжесиловик предложил потерпевшему оформить встречный кредит, чтобы опустошить лимит и перечислить его в безопасную ячейку. Заверил, что в ближайшее время деньги вернутся на карту в полном объеме. Житель Сыктывкара получил в четырех банках кредиты и через терминал перевел полученную сумму аферистам. Теперь мужчине долгие годы придется расплачиваться за свою доверчивость. Полиция Коми еще раз призывает граждан быть бдительными и всегда перепроверять всю поступающую информацию. Никогда и никому не передавать персональные данные. Как можно больше общайтесь со своими пожилыми родственниками, предупреждайте, разъясняйте, приводите примеры обмана. К сожалению, доверчивые пенсионеры чаще других подвержены влиянию аферистов. Покусился на легкие деньги, а теперь ждет суда за решеткой. По меньшей мере, одна сыктывкарская пенсионерка стала жертвой коварных аферистов. Злоумышленники под видом правоохранителей позвонили ей на телефон и рассказали о вымышленной аварии, в которую якобы угодила ее дочь. Запугали уголовным преследованием и выманили последние сбережения. Репортаж Михаила Липченкова. В феврале на мобильный телефон 70-летней пенсионерке позвонил неизвестный, который застал пожилую женщину врасплох. Мужчина представился сотрудником прокуратуры и сообщил шокированной Эжвинке о несчастье. Якобы ее дочь спровоцировала жуткую аварию, в которой серьезно пострадал человек. Лишь срочная дорогостоящая операция способна минимизировать последствия ДТП и уберечь родственницу от уголовного преследования. Начали узнавать у этой женщины-пенсионерки, какими деньгами она располагает. Женщина пояснила, что у нее есть 100 тысяч рублей. Ей сказали, что сейчас молодой человек подъедет, заберет эту сумму денег, и нужно будет передать для решения данного вопроса. Ей сказали, что нужно собрать какие-то еще дополнительные вещи, чтобы поддержать свою легенду мошенничества. Она наволочку в пакет собрала ей продукты для якобы пострадавшего в ДТП, чтобы в больницу ему передать эти вещи. И дополнительно она туда деньги свои поместила, передала курьеру. Пожилой женщине пригрозили. Если она вздумает куда-то обратиться, помогать дочери никто не станет. Все сбережения по указанию псевдопрокурора пенсионерка передала курьеру. На следующий день опечаленная горем мать встретила ничего не подозревающую дочь на пороге своей квартиры. Так она узнала об обмане. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. Сыщикам свидетели указали марку и номер автомобиля такси, на котором злоумышленник и его спутница покинули место происшествия. Мы провели весь путь, как они двигались по городу, вплоть до банкомата, когда они вложили денежные средства. И установили их личности. Впоследствии данные лица выехали в город Киров, что нами было зафиксировано. С коллегами из города Кирова, с уголовным розыском, было принято решение зафиксировать их место проживания в городе Кирове. Молодой человек пояснил, что все преступные действия совершал он, что его девушка об этом не знала и просто находилась с ним, скажем так, для компаний. Курьером оказался 37-летний житель Петербурга. Мужчина признал вину. Незаконную вакансию нашел в одном из интернет-ресурсов. Полученные от пенсионерки деньги за вычетом собственного вознаграждения перевел на указанные мошенникам счета. За желание поправить свое финансовое положение легким, но незаконным способом, гастролеру из северной столицы грозит солидный срок. Хочем чисто ищем сложения наказания. Окончательно назначить у Рубанова. Говорят, следующий наказал. И в 3-х лет лишения свободы, забывания, воспроизводительной колонии общего режима. Другой пособник телефонных мошенников 4 апреля выслушал приговор суда. Аферистам удалось обмануть 5 сыктывкарских пенсионеров. До своего задержания Турубанов успел перевести на счета подельников более 1 миллиона рублей. Следствие по этому уголовному делу продолжается. Рейд под названием «Маяк» провели совместно сотрудники госавтоинспекции и работники Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи. Решили проверить, как водители уступают дорогу машинам экстренных служб. Несколько автомобилей с красным крестом на бортах до места вызова сопровождали патрульный экипаж ДПС. В рубрике «Правила жизни» Антон Булаев выяснил, как участники дорожного движения реагируют на спецтранспорт и что грозит тем, кто его не пропускает. Когда на кону человеческая жизнь и дорога каждая минута, машинам экстренных служб разрешено отступать от ряда правил. Пересекать двойную сплошную, ехать по разделительной полосе, двигаться на красный свет и поворачивать направо из левого ряда. По словам водителя бригады скорой помощи Александра Сакуна, в последнее время ситуация в Сыктывкаре значительно улучшилась. Автолюбители в основном вежливые, не мешают и пропускают. В принципе пропускают все. Ну, бывают там мелкие нюансы. Летом иногда не видят, когда музыка включённая, кондиционеры включённые. Тогда тяжелее. А так, в принципе, я считаю, в нашем городе нормально пропускают. С включённой сиреной и проблесковыми маячками с территории станции скорой медицинской помощи на вызов выезжает неотложка. Медицинский микроавтобус сопровождает сразу три патрульных экипажа ДПС. Колонну слышно и видно издалека. Многие водители заранее уступают ей дорогу. До места вызова колонна доезжает без каких-либо эксцессов. Экипажи ДПС оставляют неотложку и возвращаются обратно на станцию скорой медицинской помощи. По словам водителя другого микроавтобуса с Красным Крестом на борту, случаи неуважительного отношения автомобилистов к спецтранспорту в Сыктывкаре всё же случаются. Чаще всего машинам со спецсигналами не уступают во дворах. Ужасные ситуации. Иногда не проезжаешь, ничего. То есть, не ждут. То есть, если ты стоишь с маяками, не ждут, ездят. Выезжают всё равно насильно, как бы, ругаются. Но люди, которые выезжают, нет проезда. Если даже есть проезды, они ругаются, пытаются что-то доказать своё. Наглядный пример не заставил себя долго ждать. На перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе водители иномарки игнорируют карету скорой помощи с включённой сиреной и проблесковым маячком. Нарушителя тут же настигает неизбежная расплата от экипажа ДПС. Товарищ водитель, видели, двигается автомобиль скорой медицинской помощи на специальных световых и звуковых сигналах? Это я понял. Я его видел только из-за машины, когда уже на перекрёстке был. Я уже не мог осторожно тормозиться. Понятно. Будьте добры, документы. Молодой человек оправдывается, дескать, заметил машину со спецсигналами в самый последний момент. Когда тормозить было, уже поздно. Поэтому он предпочёл не терять время и проскочить перекрёсток первым. О том, что скорая помощь спешит на реальный вызов и потерянные драгоценные секунды могут привести к непоправимым последствиям, парень в тот момент не думал. Я уже увидел данный спецавтомобиль, когда я уже оказался на перекрёстке. Естественно, чтобы ему ещё больше не создавать непреимущества, так назовём это. Естественно, побыстрее отправился вперёд, чтобы данный автомобиль проехал. В отношении молодого человека инспекторы составили протокол. Пригласили в ГИБДД на комиссию, которая и вынесет по нему окончательное решение. Санкции за данное правонарушение до 5000 рублей штрафа или лишение прав на год. Если бы по вине водителя медики не успели оказать пациенту первую помощь, и он бы умер, всё могло бы закончиться для него намного жёстче. Уголовным преследованием и наказанием до 4 лет лишения свободы. Регулярно водители спецтранспорта, в том числе скорой медицинской помощи, сталкиваются с ситуациями, в которых автолюбители не предоставляют им преимущества в движении. Хотя в соответствии с правилами дорожных движений Российской Федерации обязаны это делать. Выявлять и пресекать подобные нарушения на месте не всегда представляется возможным. Поэтому основная цель проведения профилактического мероприятия «Маяк» является донести до водителей. Необходилось всегда пропускать машины экстренных служб с включёнными спецсигналами. Трасса – неподходящее место для самоутверждения. И всё-таки находятся те, кто следует принципу «Моя дорога – мои правила». С такими автохулиганами инспекторы намерены беспощадно бороться. Подобные поездки с различными экстренными службами сотрудники ДПС впредь планируют проводить регулярно.